Представители общественной палаты городского округа Люберца совместно с сотрудниками администрации провели рейд по мониторингу доступной среды для маломобильных граждан. Члены инициативной группы проверили сетевые супермаркеты, а также объекты потребительского рынка и бытовых услуг. Первой точкой проверки стал один из сетевых супермаркетов в центре города. Доступность объекта снаружи не вызвала у общественников никаких нареканий. Перед входом установлен пандус, а двери магазина открываются автоматически. Участники рейда оценили условия, созданные для маломобильных граждан и внутри помещения. Первое, на что они обратили внимание, это расстояние между стеллажами. Оно должно быть не менее 120 сантиметров. Метр шестьдесят пять, проход очень-очень хорошо, замечательно, минимум метр двадцать. У нас метр шестьдесят. То есть здесь не только пройти, здесь можно даже в две полосы пройти. Полностью удостоверившись в доступности этого объекта, члены общественной палаты направились к следующему. При входе в магазин на улице Волковская они обнаружили кнопку вызове персонала и решили проверить ее работоспособность, а также реакцию сотрудников. Она оказалась мгновенной. В принципе, кнопка работает, нас встретили, очень замечательно, да, не в бутафоре. К входной группе маленькое такое замечание. Наверное, угол там у вас въезда хороший, но, наверное, чуть-чуть, если вы его потом со временем... Мы будем все реконструировать. Необходимые работы руководство магазина пообещало сделать и внутри помещения. На выходе из объекта установлены ступеньки, а это еще одна преграда для людей с ограниченными возможностями. У вас мы нашли такой вариант, где вы частично, даже большей частью, вы готовы. Какие-то есть совсем небольшие замечания, но если у вас предполагается ремонт, то я думаю, если мы к вам в следующий раз придем через годик, у вас будет все замечательно. А вот другой социально важный объект, к сожалению, ничем не порадовал. Отсутствие пандусов, высокие ступеньки и узкий проход в помещении. В этот магазин люди с инвалидностью или детской коляской попасть точно не смогут. Я думаю, что это вот худшее, что мы за сегодняшний день нашли. Владельцев магазина на месте не оказалось. Члены инициативной группы попросили продавца передать начальству необходимые рекомендации. Ведь совсем скоро вступит в силу закон, предусматривающий наказание за уклонение от исполнения этих требований. В 90-е я сама ходила с коляской, я практически не могла зайти ни в один магазин. А сейчас уже гуляя с внуками, почти в большую часть магазинов, которые мне нужны, я заехать все-таки могу. Где-то с помощью, где-то абсолютно самостоятельно, но это сделать возможно. Поэтому видно, что город развивается. И то, что мы с вами сейчас говорим о доступной среде, это тоже большой прорыв. Очень многие годы об этом совершенно не говорилось. Мониторинг доступности городской среды пройдет на территории Люберя в течение всего сентября. Раздав необходимые рекомендации, члены общественной палаты и сотрудники администрации будут контролировать ход их выполнения. Наталья Григорьева, Луиза и Геозарян, Дмитрий Радзянко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.